всем доброго дня сегодня вам расскажу про трех пациентов которых мы поступили недавно один пациент это гриша но гриша тоже наш долгоиграющий пациент с которым мы уже подошли к финальной стадии его лечения вот все в подробностях расскажу и два новых это честер и те по гришам сразу скажу проверили мы имплант который будет ему устанавливаться в принципе все отлично все подходит но возникли некоторые не неполадки в плане проведения данного импланта и мы решили перестраховаться чтобы животным не было дискомфорта просили завод-изготовитель все поменять нам имплант то есть они с радостью согласились это сделать и начале января мы доделаем наш необходимую работу да и в принципе все в дальнейшем гришу мы можем уже будем выписывать у него будет стоять этот имплант который будет ему позволять опорожняться при помощи одной кнопочки да то есть его не нужно будет отдавливать и тем самым производить травматизацию мочевого пузыря чем страдает большая часть спинальников да и в итоге чего они получают инфекционный процесс в мочевом пузыре вот и чаще всего смерть как мы знаем спинальников это вот инфекция мочево-делительный гриш у нас же не спинальник у него есть проблема просто иннервации мочевого пузыря из-за повреждения крышков отходящих от спина от спинного мозга да который отвечает за иннервацию именно мочевого пузыря вот эту проблему практически мы уже решили нам остался небольшой рывок так что тут немножко терпения по поводу т.д. открытый перелом третьего типа так класса в принципе все там не так критично хотя третий класс открытого перелом является сверхсложным и сверх неблагоприятного и случае сейчас на данной с ней проводят определенные манипуляции по заживлению раневого процесса завтра мы будем ей же ставить внешнюю металлоконструкцию для временной иммобилизации сустава что позволит нам начать уже потихонечку потихонечку ее расхаживать да то есть потом дальнейшем уже установим ей пластину когда мы заживем полностью кожный дефект вот она начала набирать вес и это самое главное чему спасибо врачам интенсивной терапии которые старались ее восстановить потому что собачка приехала конечно в плачевном состоянии вот данный момент ее жизни ничего не угрожает будем заниматься дальше конечности честер честер это пациент также с открытым переломом только второго типа более простой но у него есть проблема которая и не дает ему опираться на конечности это поражение экстензоров до экстензоров путь запястного сустава который выходит на кости пасти вот и на данный момент мы сейчас заживляем также дефект но у него интенсивщики обнаружили проблему с кроветворением да то есть у него достаточно низкие тромбоциты и гематокрит не позволяющий пока его оперировать создали анализы на кровопаразиты и будем потихонечку выяснять чем же проблема да как только мне интенсивная терапия зеленый свет мы ему заблокируем сустав и реабилитолог начнут с ним заниматься ну в принципе вот и вся наша история на данный момент я думаю следующее уже видео уже по гриш мы увидим с вами после 1 января дата из ближайшую неделю а пока на данный момент вся информация по пациентам но я вас поздравляю с наступающим новым годом здоровья вам и ваших питомцев поздним вечером когда я возвращалась домой в своем подъезде в маленькой коробочке я нашла 5 дрожащих от холода щенков они все просились на ручки и недолго думая я решила взять их к себе мы их помыли накормили потискали но к сожалению держать себя мы их не можем так как живем в небольшой квартире и помимо этих щенков у меня также есть кошка и собака на протяжении пяти суток мы с мамой подключали многих людей к этому всему звонили в многие приюты по москве и подмосковье но никто нам не отвечал откликнулся лишь один приют в тульской области в городе ефремов приют твори добро и хотелось бы сказать огромное спасибо наталья что она не осталась равнодушной и взяла к себе этих пятерых щенков вечером мы возвращались домой и в своем подъезде обнаружили коробку с вот такими вот замечательными пятью щенками они все замерзли хотели кушать и просились на ручки но и долго думать мы не стали и взяли их к себе накормили напоили помыли собачки очень хорошо кушают и очень веселые но к сожалению держать себя мы их не можем так как живем в небольшой квартире и помимо вот этих щенков у нас есть еще кошка и собака на протяжении пяти дней мы с мамой обзванивали все приюты москвы и подмосковья мама подключала к этому делу всех своих знакомых и друзей но из приютов никто не откликнулся отозвался лишь один он называется твори добро находится в тульской области в городе ефремов и хотелось бы им поблагодарить наталью за то что она спасает бездомных животных особенно сейчас такое холодное время года очень важно помогать бездомным животным ведь без нас и без нашей помощи они погибнут доброго времени суток всем добрые наши волшебники своими гости канала подписчики моя такая большая дружная семья с вами как всегда волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья как всегда обращаюсь к вам не забываем собаках находящихся на лечении питание впереди как мы знаем и праздничные дни теперь у нас новое пополнение к сожалению вот так вот работают волонтеры россии почему-то почему-то никто не хочет помочь и оказать помощь пяти щенкам вчера пришлось вызывать такси и вести детей в ночь к себе в приют мы как всегда мать такая большая дружная семья нуждаемся в вашей помощи в поддержке и будьте всегда с нами с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют твори добро наталья и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok